Всем привет! Наступил новый день. Я сейчас вернулась домой. И сегодня у меня в планах расхламлением заняться. Наконец-то продолжением расхламления. Сразу предупреждаю, будет очень много постов про вещи, которые я отдаю. По крайней мере, у меня так в планах. Я не знаю, сколько у меня хватит сил и времени. Так же у меня в планах сегодня помыть голову. Вот. И буду перебирать вещи малого. Я надеюсь, я сегодня все это успею. А так же в ближайшее время буду продолжать выкладывать с моих поездок. У меня, да, я в Польше еще, в Дальске там были очень клевые места. Сейчас я еще готовлю. Просто, хотя сказать, описание и не описание. А сам монтаж у меня почему-то начал занимать много времени. Часть я снимала просто без описаний, без своего бу-бу-бу-бу. И, соответственно, сейчас нужно красивый текст начитать, подготовить что-то, продумать там, чтобы это было хотя бы прилично. Вот. И именно это тормозит меня. Все же спонтанные влоги, это проще в этом плане, но не настолько информативно, как можно подготовить информацию. И именно из-за этого у меня небольшая задержка. Ну и первая вещь, которую я хочу отдать, это для мам маленьких детей. Поэтому, кто хочет... Нет, никто хочет. У кого есть маленькие дети, совсем маленькие, либо кто беременный, либо у кого есть такие знакомые, то можете посмотреть, поделиться видео, возможно, кому-то оно надо. Если никому не надо, никто мне здесь не напишет, то, в принципе, я отвезу тогда в контейнер для ненужных вещей, потому что я уже устала. У меня получилось... Я собирала вещи, вот это вот, тогда сортировала, показывала, ну, много отсортировала у себя. Плюс, когда я уехала, у меня Настя дома решила свои пересортировать, и она мне еще две кучи принесла вещей, которые ей не нужны. Ну, и, короче, я вообще просто в шоке. И у меня есть желание сейчас все взять и просто вывезти в контейнер. Но я понимаю, что... Понимаете, в контейнере перебирают волонтеры, то есть они могут какую-то вещь, да, там, не досмотреть, там, что она, ну, реально может быть полезная. Там есть какой-то небольшой дефект, который можно исправить, да, но волонтеры не любят вещи с дефектами, то есть они могут ее сразу там выкинуть. А, возможно, кому-то она будет полезная, там, какую-то штучку, что-то доправил, какую-то пуговичку пришил, и будет клевая вещь. И кто-то может сам изъявить желание забрать такую вещь. Поэтому я все же предпочитаю отдавать напрямую человеку, который захотел эту вещь, а не отдавать волонтерам, которые будут сортировать. Ну, я тогда сразу могу отнести в пункт приема. Есть у нас в пунктах приема, где сдают макулатуру, там же и принимают текстиль. Да, то есть оно потом идет, я не знаю, или в приюты, или на тряпки. То есть, ну, и в приюты вещи забирают без проблем. То есть, это все можно, но я стараюсь показать, и, возможно, кому-то эта вещь пригодится еще больше, эта вещь принесет еще больше пользы. То есть, сначала она кому-то сможет принести, а потом уже отправиться в приют или еще куда-то там, в собачий приют, я имею в виду там на тряпке. Вот. Поэтому стараюсь показывать, и поэтому мне некомфортно моей душе просто так взять эти пакеты и вывезти. И в то же время эти вещи меня немножко давят на меня своим количеством, то, что вот это вот тут есть, это захламление. Поэтому я хочу, сейчас я полежала и поняла, что надо, надо, надо снимать, и это рассказываю. Извините за длинное вступление, но просто оно у меня накопилось. Вот. Поэтому приступаем к следующей вещи. Ну что, как вам мой фон? Я балдею от этого фона. Да. А Камила у меня воюет с Вороном, как обычно. Я не знаю, я Владу уже говорю, давай, его надо больше тренировать. То есть, он до сих пор так и не научился за это лето летать. Я говорю, выкидываю, мы живем на втором этаже, говорю, выкидываю вниз, говорю, спускайся, поднимай, и опять его выкидываю в окно. Ему надо тренировать крылья, я иначе не представляю, как с ним можно дальше продолжать жить. Потому что это невыносимо. Ну, а мы начинаем готовиться к зиме. Да. И для зимы, как я уже говорила, для мам маленьких детей у меня есть вот такой вот конверт. Здесь внутри натуральная овчинка. Поэтому рекомендую, поэтому очень жалко куда-то выкинуть. Единственный минус какой есть, вот тут вот нужно либо поменять... Вот тут вот нужно с этой стороны поменять молнию, либо поменять молнию, либо просто взять его зашить на усмотрение. То есть, вот с этой стороны можно зашить, а с этой стороны... Простите, тут у меня чашка рядом. Я ее постоянно цепляю. Вот. А с этой стороны здесь есть вот молния. То есть, можно класть ребенка, да, если с этой стороны... Если вы с этой стороны его зашьете, этот конверт, то с вот этой стороны можно вполне положить ребенка. И будет очень клево. То есть, абсолютно нормальный конверт. Вот этот единственный нюанс. Тут он подворачивается. Вот так вот пуговички застегиваются. И вот тут вот у нас... Так, где пуговичку? Ага, вот. Вот пуговичка тоже. Вот так вот. То есть, он вот эта часть тут подворачивается. Да, как раз молния идет до сюда. И вот так вот оно подворачивается. И здесь вот этот капюшончик, да, то есть, потом вы положили ребеночка, тут застегнули все. Тут шарфиком завязали его голову, вот тут вот, чтобы оставалось. И все. И ребенок в тепленьком кожушке таком. Единственный... А, вот еще, смотрю, нюанс. Тоже по голове. Вот это вот... Ну, тут его вообще можно завязать. Я не вижу... Ой, завязать. Зашить полностью и не менять молнию, потому что я не вижу смысла, какая разница. То есть, будет такой капюшон или вы его будете расстегивать и застегивать. Ну, то есть, молнии здесь не выдержали. То есть, вот тут она часть держится. А вот тут вот... Ну, возможно, если ее открыть до конца и попытаться закрыть обратно, там что-то придавить, намазать воском или чем мылом мажут, по-моему, еще. То есть, возможно, можно что-то сделать. Но я не вижу смысла. Я думаю, все равно оно начнет уже дальше. Ну, сейчас посмотрим. Застегнется или нет? Нет, вот тут оно начинается. То есть, тут какой-то сбой. Ну, можно попробовать, то есть, его подремонтировать. Ну, я считаю, что можно просто взять его вот тут вот тоже зашить. Зашить с вот этих двух сторон. И пользоваться вот этой молнией, которая рабочая. Ну, либо поменять все молнии на более качественные, возможно. Ну, посмотреть. В общем, на усмотрение. Но это, по-моему, натуральная овчина. То есть, очень тепленький кожушок такой. Достаточно. Для зимы под... А, вот сейчас еще тут обнаружила, рассматривая вот это, знаете, так рассматривая, рассматривая, обнаружила. Еще вот тут вот есть небольшая вот такая потертость. Ну, вот так вот, как видеть, вот на вот таком уровне ее незаметно. Боже, что с моей прической? Я сейчас пойду мою голову, насмотрюсь видео, его буду редактировать, посмотрю, посмотрю, и пойду по мою голову и накрашусь, наверное, чтобы не пугать вас. Вот, но от фона я балдею. В общем-то, да, давайте мы еще сейчас помедитируем, как там все блага приходят к нам, да. То есть, я купаюсь под дождем, да. Кстати, есть такая методика, где-то читала, денежный душ. Когда ты стоишь под душем и представляешь, что ты стоишь под душем изобилия, там, я не знаю. Перед покупкой машины я такое делала, машину мы купили. Ну, это мы уже знали, что будет машина. Ну, точнее, мы уже начали занимать на нее деньги. Ну, и, конечно, еще я думала, что можем, знаете, не рискнем, там, или машина не понравится, которую смотрели. Ну, вот, да. Я принимала этот денежный душ. Машину мы купили и долги отдали достаточно быстро. Повезло так. То одна подработка, то другая. Вот так вот. Поэтому, кому надо, если вы из Украины, пишите мне. Напишите сразу же в комментарии, да. Либо можете в Инстаграме. Я оставлю свой Инстаграм в описании и в закрепленном комментарии. Также, ну, раньше можно было ссылки тут, чаты вот эти вот оставлять и чатиться прям в Ютубе. Но сейчас я там читала, что что-то, по-моему, с 19 сентября прекращает, то я, наверное, эту ссылку для чата уже даже не буду публиковать. Вот. Поэтому я вам оставлю Инстаграм. Вы мне пишите. То есть, сначала вы зарезервируете здесь в комментарии. Напишите, что да, я забираю. Пишу вам в Инстаграм. Пишу тебе в Инстаграм, как вам комфортнее. И, пожалуйста, пишите в Инстаграм. Мы все спишемся. Все контакты оставите, и я вам отправлю почты. Если вы хотите видеть больше таких видео, ставьте лайк этому видео. Все. Всем пока-пока. Приятного просмотра. Приятного просмотра, да. Приятного. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. В свою очередь, я буду стараться радовать вас как можно больше. Сейчас планирую много поснимать видео с раздачей самых разных вещей. У меня есть зимняя куртка, зимние сапоги на отдачу. Так что, готовимся к зиме конкретно. Посмотрю сейчас, что зимнее, что летнее. То есть, разбор летнего гардероба, возможно, отдам. Ну, и зиму тоже будем отдавать. В общем, буду разбирать, буду показывать. Поэтому всем пока-пока. До встречи в эфире. До встречи в эфире.